Охотничий нож Зверюга взревела после этого Острое лезвие ножа разрезало медвежье сердце Но прежде чем упасть, наотмашь из последних сил ударил человека лапой Он отлетел в сторону, ударившись головой об дерево Очнувшись, он увидел Бурая громадина лежала неподвижно метрах в двух от него Кряж до сих пор рвал в клочья шерсти на горле зверя В горячке Николай вскочил на ноги и сразу же упал В глазах у него потемнело Успокоившись немного, он стал внимательно осматривать себя Он был весь в крови С левой ключицы сочилась кровь Дышать было очень тяжело Мысленно он обругал себя Веду себя как пацан Я что, впервые медведя вижу, что ли? Дал себя так повести, а? Провел же, а? Спасибо собаке И он в сердцах поцеловал ее прямо в нос Одно только радовало его Он был жив И благодаря своей собаке Медленно поднявшись, он вырезал две рогатины Будут как костыли Подумал он Легче будет идти А идти нужно Подозвал собаку Николай привязал ее к поясу На всякий случай Подумал он Кряж! Вперед! Домой! Кряж! Было еще светло Вот мы и у реки Давай, Кряж! Вперед! Вперед! Давай! Медленно, но уверенно Они перешли реку До дороги оставалось метров двести Ну вот и слава богу И это мы с тобой преодолели Пройдя по дороге с полкилометра до подъема У него вдруг обратно потемнело в глазах Сказывается потеря крови Только и успел подумать он И сразу выключился Сколько времени пролежал он Он не помнил Но было уже темно Придя в себя Николай попросил воды Уж очень хотелось пить Жена от радости аж вскочила Ну наконец-то! Как ты? Как? А? Дети тоже были рядом Радости не было конца Через три месяца его выписали А следующие три месяца Три месяца дома Под присмотром строгого домашнего врача Жены Вот так вот прошла юбилейная Так сказать Охота На этом можно было бы и закончить Но увы В этой истории Произошедшей в начале Восьмидесятых годах В нашем городе Есть продолжение Прошел год И в начале следующего сезона Собрался наш Николай Снова на охоту И дети его просили И жена плакала Но он был просто неумолим В середине восьмидесятых Мы с женой уехали на Кубань А в девяносто шестом Приезжали к родителям в гости Ну как там Николай? Спросил я у отца А он уже тридцать седьмого взял На этом и заканчивается Эта история охотника История написана Три роковых медведя Автор Э. Леонтьев Биолог-охотовед Бывалые охотники считают Медведя опасным Даже вредным существом В таежных деревнях Можно встретиться с человеком Носящим страшные следы Шрамы медвежьих когтей И зубов У некоторых свежа память О чьей-то гибели В лапах разъяренного зверя Официальное охотоведение Опираясь на объективные Научные данные Считает медведя Не опасным для человека Все трагические случаи Связывают с шатунами Калеками-подранками Бешенными особями То есть с ненормальными медведями Какие встречаются Крайне редко За четверть века работы Охотоведом В Сибири Мое отношение к медведям Незаметно вдруг сменилось Когда-то, как и других Молодых охотников Впервые попавших в Сибирь Меня сжигала страсть Охоты на медведя И заполнял страх Встречи со зверем Вернее, возможность Оказаться в его лапах Но, увы Очень долго Ни страсти Ни страхи Не сбывались Были самые что ни на есть Медвежьи места Были свежайшие следы По грязи По росе По пороше Были даже Свежепокинутые берлоги Не было только медведя Нелегко было понять Что медведи в тайге есть Но их не так много Как хотелось бы Что сильный и крупный зверь Сознательно избегает Встречи с человеком И как откровение Пришла мне догадка Что не только Я его боюсь Бегая по его следам С двустолкой в руках Но и он Меня Даже такого Неопытного Тоже боится Встретить медведя Это большая Охотничья удача Опыт Пришел Только с годами С ним и твердая Убежденность Что нормальный медведь Не опасен Летом ему Корма хватает А зимой он Сладко себе спит Дрыхнет Шатуны, подранки И тому подобное Это все Особые случаи Когда зверь В экстремальной Ситуации Тут действует Не медвежья Природа А природа Ситуации Однако Среди Таежников Практиков Такая позиция Мало кем Принимается Любые Доводы Логика Официального Охотоведения Разбиваются Редкими Но более Эмоциональными Фактами Несчастных Случаев Тайге При таких Разговорах Обычно Советуют Вот ты Побывай В его лапах А потом Уже И поговорим Сколько раз Приходило Слышать Это В беседах У костра В охотничьих Избушках В застольях После охоты На охоте В тайге Всякое Бывает Это Не дежурная Шутливая Фраза Любой Таежный Опыт Покажив Его обладатель Пополняется Все новыми И новыми Неожиданностями Как Открытиями Иногда Новая Неожиданность Может Коренным Образом Изменить Прежние Представления Охотника Со мной Такое Могло Случиться Трижды В год Первый Мой Роковой Медведь Первый Давай поговорим О первом Летом Во второй Половине Дня Мы с товарищем Решили Срезать Петлю Которую Делает Тропа Огибая Глухие Старицы В долине Хотелось Путь сократить Да и Старицы Посмотреть Ну и Вскоре Мой товарищ Отстал На нем Рюкзак А на мне Только Карабин Надо бы Подождать Да не в моготу Комары Просто Одолевают Иду Себе Потихоньку Вперед Прислушиваюсь К редкому Потрескиванию Веток Под ногами Напарника Этот Треск Сзади Все правее И правее Отклоняется Начинает Забирать Досада Так он Не выйдет На узкий Перешеек Между Озерами Упрется В берег И будет Обходить Ну и Потеряем Потом Время Окликнуть Бы Да не Принято В тайге Голосить Зря Пугать Всякую Живность Нельзя Ну и Остается Свернуть И Перехватить Его Поворачиваюсь И вижу Метрах Восьмидесяти Бесшумно Несется Медведь Прямо В мою Сторону И даже Не сворачивает Вот тебе И не нападают Медведи Летом Да он же Со стороны Напарника Бежит Сразу же Обожгла Меня Мысль Уж Не придавил Ли Безоружного И в азарте Еще и На меня Кинулся Туда Вовремя Я повернул И Узрел А то Бы Вот как Бесшумно Летит Пока Эти мысли В голове Роились Руки Своё Дело Сделали Мушка Словно Брошка Прилипла К груди Медведя В центре Цели А цель Это Туша Зверя На месте Вроде Трясется Только Разрастается Во все Стороны Вот уже Смотрю И стрелять Пора Дальше Подпускать Уже Нет Уже Рискованно Если С первой Пули Не остановишь Вторую Можешь Уже Не успеть Послать Стопчет Но Я Оплошал Палец Привычно Давит На спуск А тот Не подается Ясно Забыл Про Предохранитель Не беда У Карабина Лось Удачная Конструкция Одно Движение Большого Пальца И все В порядке Однако Это Дополнительное Движение Пальца К предохранителю Увело Ствол Чуть В сторону А медведь Уже Прям Вплотную Передо Мной Ну Тут Уже Не до Плавных Движений Приходится Рывком Возвратить Мушку На место И Прежде чем Успеваю Нажать На спуск Как Вижу Зверь Резко Отворачивает В сторону И Несется Уже Не разбирая Дороги С шумом И треском Слава Богу Моей Плошности Слава Забытому Предохранителю Со Спокойной Совестью И Чистой Душой Положил Бо я Этого Мишку В двадцати Шагах И Признал Бо Бесспорным Тот Факт Летнего Нападения Медведя На Человека И Пришлось Бо Мне Каяться Что Раньше Ошибался На Шум Подошел И Товарищ Никакого Медведя Он Не Видел Стали Рассматривать Следы В Пяти Шагах От Того Места Где Я Стоял С Поднятым Карабином Метровые Борозды На Земле Это Медведь Резко Затормозил Сворачивая От Меня Ну Мы Разобрались Как Все Это Произошло Я Шел Тихо И Медведь Находившийся В стороне Меня Даже Не Слышал Но Товарищ Отклонился И Стронул Его Хотя Сам Этого И Не Заметил Даже Зверь Убегал Без Паники И Потому Тоже Тихо Место Выдалось Чащобистое И Среди Чащей Оказалась Единственная Узкая Прямая Прогалина Между Деревьями И Кустами Вроде Короткой Просеки Но И Медведь Ею Воспользовался Для Бесшумности Своего Отступления На Этой Прогалине В это Самое Время Случайно Оказался Я Впереди За Полсотни Шагов В сумраке Под Пологом Леса Он Не Мог Разглядеть Моих Плавных Движений Ну Известно Что Зрение У Медведев Слабое Новую Опасность То есть Меня Он Обнарушил Только В Пяти Шагах Да И То Благодаря Резкому Движению Из-за Моего Вот Этого Забытого Предохранителя И Тут Же Бросился В Сторону Косолапый И Не Думал Ни На Кого Нападать Но Кто Б Об Этом Знал Если Б Я Не Замешкался С Выстрелом Уже Б Никогда Я Не Догадался Что Медведь Бежал На Меня Но Меня При Этом Совсем Не Видел Самому Бы И Пришлось Рассказывать Что Медведи Хотя И Редко Ну И Летом На Людей Нападают Следующий Мой Медведь Встреча С Медведем Назовем Ее Почти Под Пятой Медведя Есть Такой Один Богатый Солонец В Долине Горной Реки Место Глухое При Глухое Спокойное Непуганный Зверь Приходит Не Ночами Как В Других Местах А По Свету На Зорях Очень Удобно Для Наблюдений Особенно Если Забраться На Крутой Скалистый Склон Там На Кабарожьей Тробке Есть Площадочка Где Хватает Места Чтобы Растелить Спальный Мешок Площадка Под Почти Отвесной Каменной Стенкой Как Балкон Без Перил И Во Все Стороны Обрывается Крутыми Осыпями Сверху Вся Долина У тебя Как На Ладони И Солонец И Все Подходы К Как В Театре Ага А Когда Погода Хорошая То Там И Ночуешь Чтобы Утром Лишний Раз Не Потеть Поднимаясь В Эти Крутики Вот Так И Лежал Я На Этой Площадке Когда Совсем Смеркалось Из Солонца Давно Уже Шла Последняя Изюбриха С Теленочком Начала Заедать Мошка Спасаясь От Нее Я Втянулся В Спальный Мешок Прям С Головой Мешок Коротковат Пришлось Скорчиться Не Очень Удобно Но Я Задремал И Тут Какой-то Шум И Прям Совсем Рядом Слышу Пока Я Высовывал Голову Уже Снизу По Осыпи Зашумело А Потом И В Буреломе То ли Просто Свалилось Что Сверху То ли Наоборот Со Скалы На Тропку Кто-то Спускался Да И Натолкнувшись На Меня Шарахнулся Вниз С Перепугу Ну Что Гатать Там В темноте Та По Свету Лучше Разобраться Утром Едва Я Высунулся Из мешка Я Прямо Опешил Прямо В изголовье След Хорошего Такого Медведя Свежие Выбросы Земли Из-под Лап А Вниз Свежая Борозда Щебня Вот Так Каборошка Думаю Оказывается Этой Тропкой Пользуются И Медведи Тоже В горах Вечерами В ясную Погоду Всегда Бывает Потяжка Воздуха Вниз Со Склонов Спускаясь По ветру Медведь Меня Даже Не Почуял Скальная Стенка Над Площадкой Почти Трехметровая В Потьмах С ее Высоты Медведь Меня В спальнике Даже Не Разглядел Вот И Соскользнул Сверху Своим Привычным Путем Прямо На Мой Вот Этот Вот Балкончик Тут То Уж Не Мог Не Хватить Человечего Духу А И От Неожиданности Он Бросился Прямо Вниз Не Разбирая Дороги Меня В спальнике Он Скорее Всего Так И Не Разглядел Темно Ведь Уже Было А вот И Третий Мой Роковой Медведь Поздней Осенью Закончив Маршрут По Склону Долины Спускался Я На Тропу Хребты Давно Лежали Под Снегом А Внизу Был Чернотроп И Тут Натолкнулся Я На Странный След Кто-то Что-то Тяжелое Проволок Прямо Вниз Судя По Всему Недели Две Назад Не Больше Направление Попутное Давай Следить Разбираться Че там К чему Прошел я Метров Двести И Натолкнулся На Остатки Медведя Жгутом Скрученная Шкура Обглоданный Череп Лапы Все Понятно Медведь Покрупнее Задрал Медведя Поменьше Сволок Его Вниз И Здесь Прямо И Сожрал Пировал Медведь Убийца Здесь Долго Кругом Вот Все Его Следы Лежки И Куча Помета Оставил Это место Всего Пару Дней Назад Вот Дела Думаю Похожая Шатун По времени Все нормальные Медведи Должны Уже Лежать В Берлогах А Этот Каннибал Стервятник Немало Беды И Вреда Может Наделать Думаю Надо Его Выследить И Отстрелять Но Уже Вечер Да И За Плечами Всего Малопулька Пока Шел До Зимовья Гадал Шарика На Поводок Именно В этом Чтобы Излишне Не пугать Изюбрий В районе Целанца Надо же Такое Совпадение А Если бы Не Это Могли бы Раньше Обнаружить Этого Шатуна А Теперь Бери Догоняй Его Утром Собрались Обстоятельно Нас Двое И Шарик Карабин Один Но Девятимиллиметровый Лось Машина Надежная Пробный Выстрел По выходу Из Зимовья Показал Что Мушка Не сбилась У напарника Комбинированная Белка Пуля Двадцать Восьмого Калибра На коротке Не хуже Карабинной Котомки Собрали Дня На Три Четыре Медведь Мог Далеко Уже Уйти Прихватили Альпинистские Кошки Чтобы По Крутякам Легче Лазить Было И Вперед Только Начали Подниматься От Остатков Съеденного Медведя В Косогор С Трудом Отыскивая Следы На Бесснежном Склоне Как Шарик Крутившийся Под Ногами Вдруг Залаял Метрах Пятидесяти Из-под Новисших Корней Выворочного Кедра Медленно Выплывала Темная Туша Радость То Какая Прям Рядом И Таскать Далеко Не Придется И Шкура Смотрю Хорошая Такая Темная И Стрельба На Безопасном Расстоянии Такие Мысли Успевают Пронестись В голове Прежде чем Палец Нажимает На Спуск Руки Уже Подняли Карабин К плечу Не Дав Глазам Подробнее Рассмотреть Зверя Сквозь Прорезь Прицела Кроме Передней Лопатки Холки Над Мушкой Ничего Не Замечаешь Словно Резкость Наведена Только На То Место Куда Ударит Пуля Нажимаю Плавно Плавно Как В том Фильме Курок Не Надо Дергать Его Нужно Нажимать А Вспомнилось Мне И Вот Вместо Грома Выстрела Слышу Чак Передергиваю Затвор Успеваю Обругать Себя Растяпой За то Что не Вогнал Патрон В Патронник Снова Мушка Быстро Находит Зверя И Снова Сухой Щелчок Шо Ты Будешь Делать Тут Уж Кляну Себя Последними Словами За пустой Магазин Скашиваю Глаза На затвор Когда Руки Передергивают Его И Вижу Совсем Не То Летят Патроны В снег Желтые Маслянистые Даже Вроде Сытые Такие Пузатенькие Безразличные А Медведь Убыстряя Шаги Повернул Прямо В гору Снова Прицеливаюсь И Уже Нажимая Курок Понимаю При Пробном Выстреле Утром Сломался Баек Эх Да Такое Уже Бывало У меня Так И Есть Он Снова Сухой Щелчок Да Шо Так Напарник Мой Не Стрелял Он Ждал Моего Выстрела А Медведь Ушел На Почтительном Расстоянии Слаем Утянулся За ними Шарик Небо Хмурится Вот Вот Пойдет Снег И Скроет Все Следы Возвращаться В зимовье Где Можно Отремонтировать Затвор Это Терять День И Наверняка Потеряешь Медведя Точно Тут Надо Искать Выход Обшарили Мы Все Карманы На Счастье Нашелся Гвоздь Тут На Обухе Топора Постукивая Обушком Ножа Удалось Оттянуть Его Кончик И Обломать Кусочек Необходимой Длины Попробовали Карабин Выстрелил Только Это Уже Не то Скорострельное Оружие Что Было Чтобы Эрзац Боек Не Выпал Нести Карабин Надо С Патроном В Патроннике И Спущенным Затвором Это Опасно Надо Быть Очень Осторожным Чтобы Кусочек Гвоздика Не провалился Внутрь Затвора Взводить Его Надо Держа Карабин Стволом Вниз И Поворачивать Рукоятку Медленно Медленно Стрелять Тоже Можно Только Вниз Или Горизонтально Иначе Эрзац Боек Выпадет Это Точно Передергивать Затвор Для второго Выстрела Тоже Нельзя Боек Наверняка Вылетит Вместе С гильзой В общем Получилось Что-то Вроде Одноствольные Шомполки Но Ведь Это Аж Тоже Оружие А Согласись А А Ну И Поскольку Погода Ненадежная А спугнутый Медведь На этот раз Наверняка Удрал уже Далеко Далеко Решаем Выследить Сегодня след На голом Склоне Пока он Не приведет На хребет Где давно Уже Лежит Снег Там На глубоком Снегу Его Можно Будет И Бросить Если Пойдет Снег За одну Ночь Следы Не Завалит А Завтра Наладив Карабин Уже В погоню Итак Вперед Шарик Давно Вернувшийся Бегает Бестолково Облаивает То ли Рябчиков Там Что изредка Попадается На пути То ли Белок Напарнику Так и Хочется Пострелять Белок Ладно Говори ему Иди Потом Уже Догонишь Меня Продвигаюсь Я Медленно Медленно По Голому Склону Идти Не Теряя Следа Зверя Очень Трудно Сначала Медведь К скалам Поднялся А потом Повернул В сторону И Пошел Крутым Северным Склоном Распадка Здесь Уже Смотрю Снежок Появился Следить Легко Стало Да Ити Трудно Ага Круто Очень Пришлось Даже Кошки Надеть Вскоре Вскоре Пошел Вчащу Вчащу С буреломом Руками Руками За деревья Ну Очень Уж Круто Было Пришлось Цепляться Хорошо Что Кошки На Ногах И Вот Когда Одолевал Особо Крутой Участок Цепляясь За Корни Могучего Кедра Я Вдруг Услышал Какой-то Звук Но Все В мое Внимание Было Сосредоточено На То Куда Поставить Ногу Чтобы Не Сорваться И Не Запутаться Кошками В Корнях Непонятный Звук Сразу Же Повторился Но Я Уже Крепко Встал Рядом С Деревом И Смог Поднять Голову И Глянуть Вперед Сверху На Меня Загребая Передними Лапами Взрывая Снег И Мох С Приглушенным Рыком Прет Медведь Ага Думаю А Вот Ты Разбойник Помня О сломанной Бойке Наклоняю Ствол Вниз Начинаю Плавно Поворачивать Рукоятку Затвора И Понимаю Что Я Не Успею Проделать Все Необходимые Манипуляции С Калекой Карабином Не Хватит Мне Времени А Медведь Неотвратимо Как Сорвавшийся С откоса Бульдозер Раздавит Меня Ствол Кедра А В кошках Мне Даже И не Отпрыгнуть Понимаешь Думаю Что делать А А Зверь Вот он Прям Рядом Уж Ничего Не Успеть А Думаю Вот Он Вот Он Мой Конец Бесславный Конец Несмотря Даже на Весь Мой Опыт Таежного Бродяжничества Острое Чувство Неизбежной Обреченности Злость На Собственную Несостоятельность Вырвались Из Меня Нечленораздельным Криком Воплем Краснокожих Обдав Тяжелым Дыханием Медведь На Всем Скаку Отвернул Как И Почему Он Меня Не Задел Даже Лапой Я Не Понял В Последнем Прыжке Он Приземлился На Полшага Сбоку И Ниже Вроде Б Хотел Притормозить Но Ведь Там Был Особо Крутой Уступ Как Между Большими Ступнями Которые Я Только Что Одолел С Трудом Еле Еле И Ему Пришлось Сделать Еще Один Прыжок Как Бы Не Удержавшись Даже И Все Это Произошло В Один Миг И Мой Истошный Крик И Прыжок Медведя Но И Миг Какое-то Определенное Время Для Рук Они Сами По Себе Выполняли Уже Привычную Программу Ага А руки То Помнят Вот Они Медведя Я Видел Уже Через Прорезь Планки Палец Сразу Надавил На Спуск И Грохнул Выстрел Тот Единственный Которым Я Обеспечил Себя Так На Всякий Случай Я Видел Как Дернулся Зверь Как Он Сделал Следующий Прыжок Не В Сторону Куда Как Мне Показалось Он Намеревался Кинуться Чтобы Достать Меня Снизу А Прямо В Крутяк В Ольховую Чащу И Сразу Пропал Из Виду Только Еще Один Раз Задняя Лапа Мелькнула Из-за Бугра Голой Подошвой И Все Больше Я Уже Ничего Не Видел С Великой Осторожностью Я Перевернул Затвор Не Выронив Гвоздика И Подождал Не Увижу Ли Бегущего Медведя Ниже По Склону Который Местами Просматривался Да Нет Не Увидел И Я Стал Осторожно Спускаться Медведь Лежал Там Бездыханный Прямо Там Где Мелькнула Его Лапа Он Махнул Ею В Агонии Медведь Снегу Это На Него Лаял Шарик Пока Я Чаевничал Точно На Кого Ж Еще От Его Лежки До Того Кедра Где Я Стоял Было Семнадцать Шагов Вниз Увидел Я Его Когда Он С Рыком Проскочил Почти Половину Этого Расстояния Каждый Его Прыжок Метра По Четыре Перед Последним Прыжком На Меня Он Явно Тормознул Но Не Мог Остановиться На Крутом Склоне Пуля Моя Вошла Ему Под Лопатку Под Небольшим Углом И Поразило Сердце Или Медведь Проскочив Меня Начал Разворачиваться Обратно И Подставил Свой Бок Или Выстрел Был Раньше Когда Зверь Пролетал Мимо В прыжке А не В угон Как Мне Показалось Медведь Оказался С таким Приличным Слоем Сала Таких Приходилось Добывать В берлоге Ну А почему Он Напал На Другого Медведя Может Быть Сало Свеженагуленное Говорят Осенью Медведи Быстро Жиреют Если У них Есть Корм Но Самая Главная Загадка Почему Он В последний Миг Отказался От Нападения И Отвернул В сторону А Побоялся Треснуться О толстый Ствол Кедра Или Испугался Человеческого Крика Только Сдается Что Даже Этот Полушатун И Не Думал Нападать На Человека Вначале Пока Я Корячился Вылезая Из-за Уступа Карабкаясь По Корням Не Хотел Леон Проучить Назой Левого Пса Кинулся Слежки Вниз Срыком И Только Уже На Последних Метрах Осознал Свою Ошибку И Как Нетрудно Ему Было Отвернул Отказался От Нападения На Человека Пожалуй Это Самое Верное Объяснение Все Просто Все По Науке Не Зря Ли Пришлось Отстрелять И Этого Безобидного Мишку Нет Пожалуй Не Зря Но Залег Он В Неподходящем Месте Там На Склоне Всю Зиму Снега Не Бывает Выворотень Это Не Берлога Тут На Ветрах Ему Не Перезимовать Холода Подняли Б Его Среди Зимы Это Точно Память Об Осенней Удаче Заставила Бы Его Опять Искать Горячую Еду Неизвестно Кем Удалось Ему Перекусить То ли Изюбром Которого Догнать Нелегко То ли Может быть Даже Усталым Охотником Возвращающимся В зимовье В густых Сумерках И Но Первого Медведя Я Мог Ранить А Ярость Раненого Зверя Известна Мы Были Вплотную Друг Другу И Неизвестно Чем Закончился Б Для Меня Этот Контакт Второй Мог Просто Наступить Мне На Голову При этом Я Улетел Бы Сразу За Скалы А Третий Мог Не Суметь Отвернуть На Крутяке Вот И Расплющил Меня Об Этот Кедр Без Злого Умы Сладажа Случайно Лишь Что Десятилетиями Не Было Никаких Роковых А Тут Подряд Раз За Разом А В чем Дело Не Пойму Я Да В том Что Раньше Больше Приходилось Бродить В Обычных Таежных Промысловых Угодьях Где Медведи Приучены Всячески Избегать Человека В Последние Годы Я Работал В местах Где Лет Десять Подряд Медведи Стали Заповедными И Видимо Привыкли К Своей Неприкосновенности Они Еще Не Утратили Страх Перед Двуногим Существом Но Повышенную Осторожность Подрастеряли Ну И Результат Участившиеся Столкновения С людьми Тут Понятно Конечно Увидеть В тайге Своими Глазами Такого Редкого В общем-то Зверя Это Большая Огромная Удача Однако Зверь-то Этот Хищник Наука О поведении Животных Этология Она Утверждает Что У хищников Есть Одна Особенность Так Так Называемая Критическая Дистанция Сближения Все Живые Существа Оказавшиеся К хищнику Ближе Этой Критической Дистанции Воспринимаются Ими Как Агрессоры То Есть Подкравшиеся Для Нападения Характер У хищников Одного И того Жида Бывает Разный Так Сказать Имеет Индивидуальные Особенности Среди Них Есть И Трусы И Невозмутимые Олимпийцы И Заядлые Дрочуны Так вот Трус От Агрессора Убегает Олимпийц Просто Стоит И Смотрит Что Будет Дальше А Драчун Забияка Рад Подвернувшейся Возможности Проучить Нападающего Значит И по науке Выходит Запросто Можно Оказаться В лапах Медведя Не Нападающего А Защищающегося Абсолютное Большинство Известных Случаев Нападения Медведей На Людей Можно Объяснить Этой Особенностью Поведения Хищников Они Как Люди Видишь У них Абсолютно Разные Типы Характера Да Как Неосторожны Дикие Звери Но Даже Шумные Ягодники Бывают Сталкиваются В тайге Нос К Нос С Ними Ладно Когда Это Косуля Там Или Заяц Но А Если Медведь Там Всякое Может Случиться По-видимому Охотники Промысловики Не зря Не доверяют Медведям Вековой Опыт Выработал И у них Свою Критическую Дистанцию Размером С Промысловый Участок Если С осенью В угодьях Промыслового Охотника Появляется Медведь Если Охотник Трусоват Или Медведь Сам Поспешно Не покинет Охот Участок С Медведя Снимают Шкуру Не Щадили Промысловики Медведей Били Без Всякой Видимой Надобности Когда Приходилось Спрашивать Зачем Зря Зверя Загубил Всегда Слышал Один Вопрошающий Ответ А ежели бы Он меня Сажрал А? Угу Раньше Такие Ответы Казались Мне Наивными Ну а Теперь Кажется Я Начинаю Понимать От Таежников В последнее Время Медведь Отнесен К числу Лицензионных Видов Охота На него Разрешается Только по Специальным Платным Разрешениям Лицензии Медведь Разумеется Самый Богатый Трофей Шкура Ковер Гора Мясо С салом Целебная Желчь Все это Реальная Ценность Свободно Реализуемая И выражаемая Ни одной Сотни Рублей Однако Охотники Промысловики Не торопятся Выкупать Лицензии Впрочем Я тоже Еще не брал Лицензии А почему Не знаю Как в других Местах Но в Сибирской Тайге Добывать Медведя Не так То и Просто Как Многие Думают Сроки Охоты На него Продолжительные Но Большую Часть Этого Времени Медведь То проводит В берлоге А если Нет Найденной Берлоги Практически Нет и Надежд На Удачную Охоту Вот Охотники И не Рискуют Покупать Лицензии Период От начала Охоты На Медведей До Их Залегания В берлоге Очень Короток Прям Очень Особенно Для Охотников Спортсменов Для Охотников Промысловиков С Введением Лицензионной Охоты На Медведей Стала Другая Трудно Разрешимая Проблема Теперь Они Не Вправе Поднимать Ружьенок Косолапого Если Заранее Не Разорились На Пол Сотенную По Инструкции Даже Агрессивного Зверя Можно Отстреливать Только После Проверки Его Агрессивности Органами Охотнодзора Ага Ну А как Быть Промысловику Если На Участке Промысла Появился Медведь А Что Ж Ему Делать Терять Самые Производительные Первые Дни Сбора Урожая Мягкого Золота На Многодневный Выход Из Тайги За Лицензией Вообще Не Начинать Промысла Пока Медведь Не Заляжет В Берлогу Так Получается Сознательно Пойти На Браконьерство Для Создания Безопасных Условий Охоты Отстрелять Медведя Без Лицензии Начать Промысел Пушнины Ежедневно Рискуя Случайно Оказаться В Пределах Критической Дистанции Хищника С биличьим Зарядом Стволей Ружья Все эти Варианты Чреваты Издержками Любое Опоздание С промыслом Ведет К неминуемым Потерям В заготовках Пушнины В заработке Охотника Браконьерский Отстрел Также сулит Крупный Денежный Начет А то И совсем Лишение Охотничьего Участка Добросовестное Исполнение Охотничьей Инструкции Немыслимо С позиций Общих Правил Техники Безопасности На производстве Опыт Американских Национальных Парков Мои Три Роковых Показали Что там Где перестают Держать Медведей За пределами Выстрела Они Быстро Теряют Почтительность К человеку Сами Начинают Ити На близкий Контакт С людьми Такие Контакты Нередко Кончаются Трагически К сожалению Проявив Дисциплинированность В охоте Не повторим Лимой Ошибку Американских Объявляют Медведя Вредным Хищникам И даже Платить Премии За его Истребление На мой взгляд Такая Опасность Есть И она Очень скоро Может реализоваться Если Отдельное Положение Нынешней Инструкции О порядке Отстрела Бурых Медведей Не будут Пересмотрены По-видимому В первую очередь Надо Дифференцировать Цены Высшая Цена Должна Быть За отстрел Медведей На берлогах Самая Высшая Сроки Охоты На медведей В период Их бодрствования Должны Совпадать Со сроками На любые Виды Охоты Да Включая И Краткосрочную Весеннюю Тоже Пусть Любой Охотник Отправляющийся С ружьем В лес На законных Основаниях Внеся Умеренную Плату Получит Маленькую Надежду На большой Охотничий Трофей Промысловикам Как лицам Занятым Производственной Деятельностью Надо Представить Право Самим Решать Как поступать С медведями На их Участке Продукция Охоты В этом Случае Непременно Должна Поступать В заготовки А стоимость Лицензии Взиматься Заготовительных Организаций Государством Не вперед Как при Промысловом Отстреле Копытных А по Результатом Фактических Заготовок Как это Принято В заготовках Лесных Ягод Например Или Орехов Пусть В наших Лесах Будет Больше Бурых Медведей Охраняемых Правилами Охоты Что-то Не понравилось Много Дифференциации Производственной Деятельности Дифференцировать Цены Документ Какой-то Читаешь Побольше Приключений Вот Вот это Вот оно Не нужно Что-то Там Доказ Автор Борис Емельянов Рассказ Называется Мырь Вот Такое Вот Странное Название Еще По ходу Рассказа Поймем Что Это Значит Итак Мырь Поселок Кушум Стоял На Высоком Красном Яру Из окон Крайнего Дома В котором Помещалось Правление Поселкового Совета Был Виден Могучий Хребет Реки Стремительно Огибая Яр Урал Сразмах Убил В подярье На том Берегу И Круто Сворачивал Вправо